Я страшный монстр Тревора Хендерсона, поступай за 3 секунды, или мы будем тебе сниться каждую ночь. Ставь лайки, если ты про, а с тобой найсик, бро. Я хочу тебе один аддончик показать, который, ну, выглядит как отголоски от моего прошлого. А именно, монстры Тревора Хендерсона, аддон на них, здесь их очень много всяких, даже какой-то Кюрсед Микки Маус есть, то есть проклятый Микки Маус, есть Лонг Хорс, есть всякие странные монстры, которых мы даже не знаем, наверное, не факт, что не знаем, но я здесь по картинкам смотрю, и вроде как всех знаю, но вот, допустим, Лайтхаус не особо, то есть видел, но не знаю, о чём это. Это Аэрокрафт Шарк, это вроде вообще летающий самолёт акула, да, вот, короче, здесь очень много всего, Куассар есть даже, офигеть, какие старые монстры, как мы их давно не видели. Ну и, как бы, давай освежим память немножечко, именно с помощью этого мода, я сразу же буду приступать, наверное, то есть у нас здесь есть калаш, подожди, он стреляет, ой, о-о-о, стреляет дико. Ааа, ну и звук. Ну и, короче, чё мы должны сделать? Мы должны взять по каждого персонажа, допустим, вот у нас марионетка есть, саунд атак, это чё такое? Это, походу, вау, короче, марионетка тоже фигня какая-то, и вот Джерри 50 бананов, что это значит? Ааа, попробуем его убить, но он куда-то пропал, но это пока непонятные штуки, вообще, не знаю, как они относятся к тому, чё у нас есть, но, в общем-то, просто уберём калаш. Блин, у меня теперь руки не видно, это не очень, придётся от третьего лица играть. Короче, ху-ху, тогда давай брать уже, о, да визитор, вот у нас первые интересные монстры, смотрим, посмотрим, как они выглядят в Майнкрафте все. Ааа, здесь уже достаточно мы взяли, и знаешь, кого мы первого посмотрим? Ааа, The Giant with the Red Dot Activated, короче, это гигант с красными точками, ааа, ну, по названию он так звучит, и я не знаю, кстати, чё он делает вообще, ааа, кроме того, что он огромный и страшный, с красными точками, соответственно, как будто я... Ааа, господи, а он, получается, меня сейчас убить может? Да, он меня просто вшатал. И здесь ещё какие-то маленькие его приспешники, они тоже меня ненавидят, но я лучше гигант один врублю, чтобы они меня не трогали. Офигеть, конечно. А это достаточно классный аддон. Да, смотри, ну реально он неплох. Жалко без звуков, было бы ещё интереснее. Но, вот такой вот монстр, уничтожаем его и всех остальных, и ставим Скайскримера. Ой, я помню это существо. Да, у меня видосы про него были. Он очень странный. Вау. Скайскример. У него, кстати, даже звук есть, как я слышал. Давай-ка ударим его. Э, он картун кэтов спамит. Чё, офигел? Невероятно. Ну они же нет, они настоящие, да? Ну они, конечно, меня убивают легко, карту Кэт Мэда. Но, всё равно, это не то, чтобы настоящие карту Кэты, которые вот от Бенди Демона. Только моделька его. Да, сто процентов его. Ну, главное, это не котики, а вот этот Скайскример. И давай-ка мы его тоже уничтожим. А то он слишком наглый большой. О-о-о-о, слышишь, что происходит вообще у меня сейчас на карте? Ужас какой. Давай сюда полетим и поставим Лил Наггета. О-о-о, Лил Наггета красивая, кстати. Они добрые? Они меня кусают. Ребят, прекратите. Так, картун волк. Это у нас мультяшный волк. Чё такое есть? Впервые вижу. Офигеть. Привет. Ну-ка. А ты сдаёшь звуки? Он просто меня сожрал. Короче, это, походу, какой-то то ли миф, то ли реально такой есть, но я о нём не слышал. Ладно, Бэб Кракен. Маленький. Это, кстати, гигант, если чё. Но вот есть вот такая вот маленькая шняга. Звук у него, как у Эндермена, немножко поменялся. Помененный. Вот, ну а здесь есть ещё, помимо этого, засранца Бэб Кракена. Блин, прикольная у него морда. Какая морда. Вообще, он сам прикольный. Вот эта рука как-то странно расходится. Это вообще не так должно быть. Но, тем временем, мы можем Dead Grave Head поставить. Это у нас, получается, могила. Могила головой. И он даже стреляет какими-то ошмётками. Или непонятно чем, что меня дамажит явно. Даже долго дамажит. Достаточно странный монстр. И, знаешь, загадочный. Смотри на него. Он вообще атакуется, да. Атаковать его, к счастью, можно. И, при том, когда он эту шнягу распространяет, она дамажит не только меня или окружающих. Но и сам он в ней немножко душится. Как ты видишь. Прикольно. Но, думаю, что на Dead Grave Head достаточно. Точнее, с него достаточно. Эм. Могила головы, да, его называли. Веб Крахен. Так, теперь. Вэлдфайр гигант. Гексапод гигант. Ну да, гексапода я помню. Только я вообще с ним ни разу не сражался вроде. Или был разочек. Не помню. Но большой он реально. Очень большой. Атакует сюда удары, звуки не издаёт. Хорошо. Продолжаем обзоревать мод. И следующий монстр это The Visitor. Визитор, мне кажется, должен быть страшный. Да, я угадал. Он очень страшный. Подожди, но он должен быть без брони. Походу, какая-то замена зомби, что ли. Почему на нём броня может заспавниться? Это вообще странно. Но, боже, какой он неуклюжий. Фу. Вонючка. Мне он не нравится. Какой-то отпугивающий. Ладно, Визитор это мы посмотрели. Так, теперь приступаем к следующим монстрам. А значит, нам надо прокрутить ниже и взять... Ооо, вот это вот интересно будет. Сейчас посмотреть на длинноногу. Ой, какую длинноногу? На маму... Как её звали-то? Мама-мегафон. Большая мама-сирена. О, боже, какая она большая. А я помню, кстати, времена, когда я с ней сталкивался. Это было страшно. А если я геймот 0 нажму, она будет меня преследовать. Да, ты посмотри, это же достаточно круто. Офигеть. Но она реально большая. А здесь ещё лев-накид пристал. Боже. Она ещё спавнит вот таких сиреноголовых. Э-э-э, ребята, потише. Я не буду с вами сражаться. Я знаю, что вы меня убьёте с одного удара. Офигеть. Она реально спавнится вот таких сиреноголовых. Их уже трое. Родила тройню, блин, нам. Ну, молодец, мамочка. Больше, пожалуйста, их не ставь. Ладно. А то лаги будут. Капец, она большая. Больше, чем даже многоэтажка. Ну, а тем временем мы поставим Nervous House West. Это... Как, нервный сосед? Ха-ха. А, блин. Ну, а не, вроде это гость. Да? Какой-то гость. Nervous, это вроде нервный, реально. Я, кстати, не знаю, в чём его прикол. Он просто гигантский и странное название. А, я вспомнил. Он выглядывает из-за дома. Так мы его и видели на фото. Больше ничего о нём не знаем. Но да, ходит он прикольно. А, и убью с одного удара. Ну, ничего, у нас ещё есть вот такой вот деймпостер. Это, если что, заражённый импостер. Он прибыл с корабля Амунгасиков. Чтоб ты понимал. У него пошло заражение, инфекция. И, в общем-то, теперь это не лечится. Хотя, не, я не знаю, лечится или нет. Чё-то я просто сказал. Эм, не леч... Ну, ладно. Короче, скорее всего, не лечится. Потому что, видишь, у него вылезли мозги из башки. И он стал каким-то... Каким-то демоном Амунгасом. По-моему, не лечится. Только убить. Ну, короче, в чём прикол? Ам, блин, сейчас здесь лаги начнутся. Давай-ка мы их убьём всех. Ребят, не надо лаги создавать. Время, за вас капец будет. Кюе. Всё, другое дело. Чистота и порядок. Короче, этот импостер сбежал с Амунгас корабля. И начал возражать других Амунгасиков. Всё. Дальше. Йо-йо. Опачки. Смотри, какая классная. Но она очень похожа на другой аддон. Но она у нас сразу с ножом появляется. Подожди, а есть её добрая? Сейчас найдём. Йо-йо. Только киллер. Ну ладно. Может и так. Веб-кракен медиум есть, кстати. Разные размеры вот этих кракенов есть. Потому что, походу, это как в океане. Существа какие-нибудь. Вот. Кстати, они на воде спавнятся, веб-кракены. Вот. И мне кажется, что они по размеру различаются. Потому что они вот как морские звёздочки. Или чё-то типа того. То, что в океане тоже разных размеров попадается. А также картун-дог есть. Картун-дог В3. То есть это у нас достаточно мощная хрень. Ходит как будто какой-то телепус. Я не знаю. Спавнит очень много псов. Как ты видишь. Просто призывает огромную армию из маленьких и больших мультяшных волков. Да. И при том, он просто меня вшатывает рукой. И больше ничего не делает. Вот такое вот существо. А мы летим вот сюда. Вот потому что я хочу показать тебе... Де... Сестёр. С острым лезвием. Я правильно понимаю? Офигеть. Получается, вместо головы у них... Офигеть. Они ещё и телепортируются. Знаешь, эта дама какая-то страшная. Что-то мне как-то жутковато стало. Дай-ка я с ней поиграю, попытаюсь. Куда она делась? Эй, эй, эй. Тихо. Где она? Ай! Тихо, ребята. Вы что меня пугаете-то? Ну какие ребята, точнее, девчонки? Сёстры. Сёстры, успокойтесь. Эй, эй, эй. Может успокоишься? Отойди от меня, нечистота. Так я вот так... Аааа! Она стала страшной. Она с ножом. Тихо, 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 тихо. Куда она делась? А? Эй. Где вы? Ой, псина. Ну ладно, псина это не так страшно. Псина это всего лишь псина. Главное, чтобы дамочки не появились. Ну а походу они где-то близко. Ого, господи! Меня сзади одна убила. Капец. Блин, достаточно криповая дамочка. Не знаю, может повыживать с такой. Фу, вот это интересно, кстати. Смотри, она даже сражается с другими. Ну ладно, хватит уже на неё смотреть. Она слишком страшная. Я даже вот удивился. Как это она прям пугает. Девочка её тоже выглядит достаточно... Пугающе, но... Всё-таки вот эта дама это пипец. Так, а дальше у нас Морнинг Волк. Утренний... Короче, Интерекшн 1. Это ещё какая-то первая версия его, походу. И он у нас, как ты видишь, просто появляется по утрам. В тумане, скорее всего. И это просто один из гигантов. Потому что они появляются в нашем мире. Ну не в мире нашем. Хотя, по легенде, в нашем мире. Появляются только в тумане. То есть начинается туманный период. И вот эта фигня вся появляется. Которая нас сильно пугает. Своими... Размерами. А приступаем к следующим монстрам. Блин, у нас тут так ещё много. О, господи. Нам ещё смотреть и смотреть реально. Ну ладно. Давай тогда поставим вот этого. The Gigant with Red Dots Minion. То есть это вот как раз он спавнит таких вот малышей. Но, как ты видишь, они мирные ребята. Все не дерутся. И следующий, да, ангел. Ангела мы знаем прекрасно. Страшная хрень. Это скелетообразное существо. Которое... Вроде... Я не помню. А то ли... Не, вроде оно просто появляется. Типа, просто жуть. Если я не ошибаюсь. В дверных проёмах. Вот на картинке как раз в дверном проёме. Но вообще можно предположить, что оно преследует тех, кто согрешил. Не знаю почему. Но вот выглядит, будто вот реально грешников убивает. Переходим к следующему. И это Хаш. Хаш это очень популярный монстр. Был когда-то. Я по нему снимал ролики. И у меня достаточно, ну, всем понравилось. Потому что он реально один из страшнейших монстров. Потому что он, знаешь, он говорит потише в кинотеатре. Будь тише. И если ты его не слушаешь, то все тебе кранты. Он, кстати, добрый. Но если я его ударю, он меня, конечно же, вшатает. Но при том... Блин, не на шум реагирует, к сожалению, здесь. Вот. Что сказать ещё? Хаш, ну хаш. Да? Надо в кинотеатр идти, смотреть фильмы вместе с ним. Дальше у нас Strange New Life Form. Это новое жизненное существо. Короче. Да. Новая, новая жизнь. Нет. Так не сказать. Новая форма жизни. Во. Типа это какое-то непонятное существо. Которое ещё и звук издаёт. Короче, страшная хрень. Её сфотографировали на камеру случайно. Это, знаешь, вот как какие-нибудь рыбаки поймали рыбу какую-то необычную. Засняли её. Вот так же вот это существо. Просто неизвестное существо, которое сфоткали и назвали новой формой жизни. Оно достаточно пугающее, как ты видишь. Выглядит очень необычно. Как будто трилобит какой-то. Только вертикальная поза у него держит вертикальную позу. И, господи, не хотел бы я с таким встретиться. Дальше у нас идёт Хоумен. Это человек-дыра. Существо не с нашей планеты явно. Потому что оно может атаковать дистанционно. Не знаю, как в этом аддоне. Но, как я помню, оно может атаковать дистанционно. И реально делает страшные вещи. Но, как ты видишь, он меня не трогает. И, к сожалению, не стреляет. Но, при том, мы видим дыры в его теле. Его кто-то ударил сейчас. Ай! Меня тоже убили. Блин. Неприятно. Но, как ты видел, тело-тело реально жуткое. Офигеть просто. Фуф. Да, весь в дырах. И морда вот эта ещё. У некоторых есть фобия вот этих дыр. В голове. Вот. Триофобия. Или как это там называется? Триофобия. Не помню. Но, если что, загугли. Посмотри. Я примерно сказал. И это вроде найдётся. А я, тем временем, ещё монстров покажу. Стритхорс. Кстати, у меня был ролик о ней. Это уличная лошадь. И, знаешь, она достаточно интересная. Ходит вот так вот страшно. И у неё огромный клюв, в котором она грызёт своих жертв. Ой, блин. Только меня не трогайте. Ладно, дамы. Вот. Всё, что можно о нём сказать. Да, он просто очень быстро передвигается. Ну и как? Как лошадь. Да, достаточно хороший бег. Развитые ножки. Но башка, она перевешивает, мне кажется, вот эти все неуклюжие ножки. Поэтому всё-таки замедление есть. Тяжко такое носить. The God of Roadkill. Это бог дорожных убийств. Я не знаю. То ли он появляется, когда произошло ДТП. То ли он появляется просто и убивает тебя на дороге. Обычно он на дороге встречается. Вот это я помню. Ну и с таким тоже демоном связываться не хотелось бы. Но это всё-таки относится к каким-то культистам. Я не знаю. Вот эти знаки на его голове. Это очень странно. И знаешь, такой клюв у него. Ну то есть эта маска, она как будто какое-то символическое значение имеет. И это какой-то заговор, культ. То ли что-то такое. Вот. Дальше у нас Traffic Lighthead. Это, ну что сказать. Светофор и головы, блин. О нём у меня было много роликов. Он не издаёт звуков. Только какие-то звуки трафика. Ну то есть звуки. Как раз светофора. Такие згудения какое-то. Ну типа электричество и все дела. Ничего особо такого важного. И есть ещё Sky Tentacle Low. Это я не знаю. Походу Low это не сильно прогруженные. То ли походу они не светят. Да. А есть такие, которые будут светить. И это вот эти. Да, видишь, свечение у нас работает. Вот такое вот. Но здесь оно не как свечение, как какой-то моллюск. Но это фигня полная. Это не то, что должно быть. Интересно, если бы я врубил шейдер, началось бы свечение вот этой вот самой субстанции с небес. Кстати, мне кажется, он должен быть в десятки раз больше. Но Майнкрафт так не считает. Ну то есть создатель. Создание вот этого мода. Так, и короче, дальше у нас Дагигант Пупит. Пупитер. Попитер. Надо покупать Попиты. Ладно, короче. Это гигантская Мария. Подожди. Попитер. Получается, это кукла-бот. Да? Попитер это кукла-бот, скорее всего. Я надеюсь, я не ошибаюсь. Кстати, желательно убрать вот это все. Вот так лучше. И у нас, кстати, картун инсейн уже будет. Но я хочу еще посмотреть на это существо. Как ты видишь, он... Ну, имеет внушающие размеры. Как мать, мегафон, походу. Да, один из гигантов же все-таки. И давай подойдем, попробуем посмотреть. А, он, кстати, нас не дрогает даже. Но если мы его ударим, то... Ему абсолютно плевать. Он не может до нас затянуться. Ладно. Бывает и такое. Хэйвэй Ворм. О-о-о. Вот эта тварь встречается на дорогах. Да. Это достаточно криповая хрень. Я реально боялся. То есть есть мостовой червь. А вот это существо, оно еще больше. Оно еще больше, чем мостовой червь. И морда у него такая... Стремная. Кстати, вроде тоже обнажать может попасть. Хотя не. Не факт. Возможно, у него кожа на лице. Вот, короче, дальше Cartoon Cat Cartoon Insane, это какая-то фигня полная И Remain Endor, смотри Это тоже гигант у нас Не помню, что он делает, но он как Day 17, Day 18, Day 16 Или какие там были Вроде, да, тоже гигант такой вот Кстати, здесь два заспавнилась, если что И они не издают звуков Именно вот здесь вот по версии Minecraft Mod Ну, наверное, не нашлись Потому что, вообще, звуки они все должны издавать Ну, и я даже не знаю Сейчас я посмотрю, мне кажется, что На этом можно закончить первый выпуск Я не знаю, сколько еще выпусков будет Обзора модов Тревора Хендерсона Но здесь реально их очень много И я задолбаюсь в одном выпуске, это на 60 минут, блин, выйдет Так что, я надеюсь, тебе понравился этот видос И ты поставишь мне лайк Подписывайся на мой канал, чтобы быть нишечкой И, конечно же, не теряй